Здравствуйте! На портале экзегет мы отвечаем на ваши вопросы. Сегодня у нас такой практический вопрос. Является ли бездетность поводом для развода? На этот простой вопрос у нас есть конкретный ответ. Безусловно, этот вопрос был рассмотрен неоднократно, и настольная книга священнослужителя содержит следующий ответ на этот вопрос, что сокрытая, но известная заранее до брака бездетность одного из супругов может являться поводом для развода. То есть, если точно так же, как и неспособность к супружескому сожитию. Есть такой термин, то есть, неспособность одного из супругов к интимной жизни, известная до брака и скрытая от своего жениха или, соответственно, невесты, является основанием для развода. И то же самое касается бездетности. То есть, если, например, девушка или, соответственно, мужчина, молодой человек, знали до брака достоверно, медицинские, что они не смогут иметь детей, и скрыли это от своего будущего супруга, то это является основанием для развода. Если же бездетность открылась уже в браке, то основанием для развода это не является, и церковь предлагает супругам принять это как свой крест и дальше либо продолжать свою жизнь вдвоем, либо усыновить, принять в свою семью или взять какое-то попечение или опеку. То есть, заботиться уже о чужих детях, как о своих. И многие супружеские пары бездетные в наше время именно по этому пути идут. Сейчас в нашей стране этот путь понятен, ясен. Формы попечения о детях существуют самые разные. Существуют школы приемных родителей, которые в обязательном порядке должны закончить супруги, желающие усыновить ребенка. И в таком случае никаких оснований для развода ни у одного из супругов не существует. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Спасибо. 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 Продолжение следует...